В ближайшее время вы будете соединены с нашим оператором. Здравствуйте, Ксения Валерьевна, могу услышать? Какую? Нет, она еще не приехала. Не приехала. Так и тогда она приедет, не знаете? Ну, как наблюдается, так и приедет. А, тоже так. Да, она с подружками там, в клуб гламурный поехала. Привет, передайте пламена от компании Vivoz. Зачем? До свидания. Ну, она об этом узнает, зачем. Так ей звоните, что вы мне наебываете? Да, мы будем, как вы говорите, делать. Я вас буду посылать, знаете куда, догадайтесь с одной попытки. А, как хотите, думайте, нам параллельно, она слова. Привет, передайте, до свидания. Да не буду еще передавать, я вам что, почтальон? Алё! Бюро кредитной безопасности Росколлектор предупреждает, в случае игнорирования вами требования об оплате за должности в отношении вас будет решен вопрос о направлении заявления в правоохранительные органы и в суд, а в дальнейшем в Федеральную службу судебных приступов. Да. Срочно оплатите за должность перед ПАО МТС банк. Для немедленного соединения нажмите один. С регулированием вопроса слежитесь по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, а это что за злой дядька мне сейчас все это рассказал? Он такие страшилки сказал. Это бюро кредитной безопасности Росколлектор. Вы Иван Сергеевич? Да, 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 Иван Сергеевич. Я говорю, а дядька это кто вообще был такой? Автоинформатор. Автоинформатор. Он такой грозный был. Если вы не заплатите, Иван Сергеевич, то вам придет трындец. Алло. 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 Здравствуйте. Бюро кредитной безопасности Росколлектор. Иван Сергеевич, это вы? Да, Иван Сергеевич, это я. Меня зовут Леонова Светлана Натальевна. Ведущий специалист по юридическому сопровождению. Москва рабочая. 23, строение 2. Звоним вам по поручению банка МТС по вашей задолженности по продукту МТС деньги. Где сумма долга на дату расчета 22 июня 2016 года составляет 19 947 рублей 66 копеек. А почему вы от оплаты отказываете? Здравствуйте. Это я не вам. Максим. Максим. Здравствуйте. Вы говорите, чего вы молчите? Я вас слышу. Я говорю, вы почему от оплаты отказываете? А, не вижу смысла. Почему? Не вижу. Ну, наше дело прокуратуру будет запрос передаваться, то что вы заходите. Давайте, давайте. Вперед. Отказ от оплаты ваши лицевые счета будут заблокированы в счет погашения данной задолженности, раз вы не можете в добровольном порядке оплатить. Ну и гу-гу-гу Бу-бу-бу-бу-бу Водил меня Серега На выставку «Ван Гога», там было коллекта «Федор собак» много и нервы как «канату». Давайте дальше! Что дальше? Аудиозапись разговоров в суде предоставил почему-тоenter А obsolete Да, мне по хуй! Здравствуйте! Опять автоответчик Я вас плохо слышу. Пиздёшь. Подождите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. А что за тёлка там плохо слышит? Максим Викторович. Да, 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 вы его слышите. Максим Викторович. Могу услышать. Я звоню из столичного агентства по возврату долгов. Меня зовут Ольга Александровна. Я специалист финансового контроля. Вдомляю вас о записи разговора. Назовите, пожалуйста, год своего рождения для информационной безопасности. Называйте, я подтверждю, если правильно назовёте. 1900, правильно? Совершенно верно, да. А что за тёлка там плохо слышит? Можешь ей врача вызвать? А вы сейчас вообще о чём говорите? Ну, до этого мне сказала там одна барышня. Здравствуйте, я вас плохо слышу. Подождите, пожалуйста. Ваш ответчик заебал уже. Можно покорректней выражаться? Можно. Я звоню по поручению Восточного экспресс-банка. На сегодня сумма вашей задолженности составляет 38 732 рубля. Необходимо решить этот вопрос. Сколько, сколько, сколько? Скажите, почему долг ещё не оплачен? 38 732 рубля. Почему долг ещё не оплачен? Потому что там тёлка у вас плохо слышит. Вот как только она вылечится от глухоты, так сразу же я оплачу. Это единственная причина, по которой вы не платите. По какой причине долг ещё вы не оплатили? Нет, это не единственная, но это одна из. Хотелось бы услышать ещё причины, более весомые. По каким причинам вы не оплачиваете долг по своему кредитному договору? Остальные причины платные. Ну, денег нету. Ладно, бесплатно. Уговорили. Что непонятно вам? По какой причине у вас денег нету? Вы не работаете? Нет, не работаю. Меня уволили. Да. Алло. Алло. Да-да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Андреевич Витович. Да, Владимир Андреевич, это я, совершенно верно. Первое коллекторское бюро, Владимир Андреевич. По поводу вашей задолженности звонит. Угу. Первоначальный кредитор Восточный экспресс-банк, это первый. Угу. По второму первоначальному... Можно чуть погромче, вас так плохо слышно? Вопросы по оплате, как намеренно урегулировать? Вы громче будете говорить? Нет, вас плохо слышно. Ну, не плохо, а далеко. Вопросы по оплате, как вы намеренно урегулировать? Да никак не намерен. Вот Маша и Медведи мультик смотрю. Что? Маша и Медведи мультик смотрю. Котлеты ем. Мне не до оплаты. Я еще котлеты не доел. А что за котлеты? Котлеты. Мам, какие котлеты? Рыбные или какие? Вовка спрашивает. Да, говорит, рыбные. Ты тоже хочешь? А у меня нет. Приезжаю, приезжаю, угощу. А с нами не различаете? 300 рублей котлета. А с нами не различаете? Ну, пусть тебя это не чпокает. Различаю я или нет? Я просто спросил. Тебе какая разница, Вовка? А с нами не различаете? Нет, не различаю. Я курицу от рыбы не могу отличить. Тебе какая разница? Скажите, а вы курите сигареты? Я курю сигареты, коноплю и иногда это самое, спайс употребляю. Так это же незаконно. Ну, пусть тебя это не чпокает. Законно, незаконно. После 10, после 11 тоже незаконно пиво продавать. Однако каждый магазин продает. Не каждый. Ну, не каждый. У тебя на районе один продает? Слушай, Вовка, хреново быть с тобой. Ну, давай по делу. Что ты там выпить хочешь, что ли? Что ты про пиво начал говорить? Понятно. Ага. Давай по делу. Вон, кино какое-то идет. Сумма долга по двум кредитам 107 тысяч 303 рубля. 107 тысяч? Ну, ты можешь заплатить, в принципе, я не против. Так платить-то нужно вам по 29 июня. И чтение хранится вам. Угу, разбежался я платить. Я, великий Владимир Андреевич, работаю старшим мотологом. И платить буду. Ты что, совсем, Вовка, с дуба рухнул? Почему вы так думаете? Ну, потому что я великий, ужасный Владимир Андреевич. Я страшный человек. Со мной лучше не связываться. И давно у вас такая ситуация? У меня такая ситуация, как меня с первого московского роддома забрали. Вот я стал страшным человеком. Даже Япончик, когда со мной связывался, он пожалел об этом. Потом еще Леопольд со мной связывался. Ну, Витька там, короче. Он пожалел об этом. Потом извинения просил. А еще Рассамаха потом подтянулся. Тут вообще, говорит, ну-ну-ну, у тебя нафиг, Владимир Андреевич. Я поехал. И все, и поехал там, и по этапу дальше. Понял? Поэтому я страшный человек. Вы этих людей только по телевизору узнали. Каких людей? Леопольдов, Витьку, что ли? Я по телевизору узнал. Ты что, придурок? Это кореш мой. Мы с ним вот выпивали вчера. Покойтесь. Чего? Слышь, ты что, блин, спайса курнул? Что это такое тормоз? Успокоиться. Да, я спокоен, как удав. Я тебе вопрос задаю. Ты что, курнул, что ли, или что? Что это тормоз такой? Я тебе задаю вопрос, ты через полминуты отвечаешь. Люди правы. Что это неправда? Все правда. Родители есть у вас? Родители у меня, может быть, есть. Почему тебя это интересует? А может быть и нет. Вы работали в организации ОУЗОЛОТОЙ ИСТОЧНИК. Так это было три года назад. Я сейчас работаю старшим мотологом, а до этого квачом работал, придурок-то ловко. Рабочий, это тут просто разнорабочий, да? Здесь сам что-нибудь сделать, да? Ага. А в полочку подбить, да? Да, 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 унитаз прикрепить, да, чтобы ты срал. А сейчас вы с кем работаете? Я сейчас работаю старшим мотологом, ООО «Квач» называется предприятие. И что входит в ваши обязанности? Ты что, хочешь ко мне на работу устроиться? Почему тебе это так чпокает? И что входит в ваши обязанности? Я тебе ответил вопрос, Вовка, не тупи. Хватит спайс курить, придурок. А то госнаркоконтроль вызову, тебя посадят. Ваши обязанности что-то входит? В мои обязанности входит трахать коллекторов, петухов. И все? Ну да, мне за это деньги платят, в принципе. То есть вам платят деньги за то, что вы пустасов? Мне платят деньги за то, что я вас пенетрирую, как говорит мой друг Александр Шевцов. У вас есть друзья? Ну конечно, у меня вот Витька Леопольд, потом Росомаха еще есть, а потом еще Женька Маржаевский был, и вот Костя Шухринский еще. Так вы можете у них денег займить? У них денег, да? Ну ты что, нет. Ты Собчака взять деньги хочешь или что? Ну давай сходняк собирай. Не, 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 надо сходку собирать. Подтягивайся, ты мне там разъяснишь уважаемым людям, зачем тебе деньги нужны, Собчака. Да. Пожалуйста, ожидайте соединения. Специалист ответит вам в ближайшее время. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло, здравствуйте. Да, да. Это безопасность Ресколлектор. Иван Сергеевич, могу услышать? Иван Сергеевич вас слушает. Очень приятно. Ага. Да. Опять автоответчик. Алло. Здравствуйте, Максима Викторовича, могу услышать? Да, 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 можете. Меня зовут Дмитрий Максимович, я представляю столичную агентство по возврату долгов в специалифинансового контроля. Даняю вас в записи разговора. Максим Викторович, дата рождения вас назовите? Ну, называйте, я подтвержу, если верно назовете, или опровергну. Хорошо. Угу. Да. Звоним вам по поручению Восточного экспресс-банка, но сегодня полная сумма задолженность у вас составляет 38 732 рублей. Необходимо решить вопрос в кратчайший срок. Так лучше, чтобы попали в рассрочку. А это как в кратчайшую? Это что значит? В кратчайший срок, то есть, но это что значит вчера, или, ну, грубо говоря, или когда, когда вам нужно бабосы. В ближайшее время, ближайшие двое суток. Двое суток, вы чего охренели, где я вам 38 кусков найду? Я сейчас быстренько Витьке Леопольду дам трубку, он с вами пообщается на счет денег. Разбежались, блин. Максим Игоревич, конструктивно готов общаться по поводу вашей задолженности? Ну, в принципе, готов, но если вы будете требовать деньги, у меня крыша Витька Леопольд. Какую должность вы сейчас занимаете? Я к ва чем работаю? Кем? К ва чем? Ну, официально работаете? Естественно. Налоги плачу, все предполагается. Пенсионку отчисляю, медицинские отчисления отчисляю. Все как необходимо. Как того требует законодательство. Хорошо, понял. Что будет предпринимать для решения вопроса? Да я собираюсь к вам в офис Витьку отправить, Леопольда. Он с вами разберется вам там, бабосып вам углы все и подожжет вас там. По какой причине? По причине, что я его попрошу. А я, ну к вам в Томск, или где вы там находитесь. Пробьем быренько. Через Леньку Маржиевского пробьем, короче. И все, и в гости, это самое, наведаемся. Хорошо. Я Басана, мужчина, как планирует, сейчас проблем с задолженностью в Восточном экспресс-банке. А почему это вас так интересует? Что мы выполним, а можно решить вопрос? Ну вот я говорю... Вот я говорю, у меня друг придет к вам в гости, поговорит с вами, вам пиздюляторов ставят, короче. И вот тогда, может быть, я подумаю, стоит ли вообще решать эти вопросы. Или уже не стоит. Хорошо, Максим Викторович, я так понимаю. Мы, собственно, не готовы общаться по поводу вашей задолженности. Они в таком случае подже связутся. А еще мы вашего начальника изнасилуем обязательно. Понятно? Или непонятно? Причем изнасилуем с особой жестокостью. Обязательно. И что-то микрофон выключил. Олух, царя небесного, блин. Трубку ложись, вот батарейку мне не сади. Балбесов вас там понабирали по объявлению. Даунов нахрен. По бумажке только и можете читать. Засранцы хреновы. Алло. Здравствуйте, Максима Викторовича. Могу услышать. Здорово. А зачем он тебе нужен? Я представлен из столичного агентства по возврату долгов. Меня зовут Дмитрий Максимович. Дали финансового контроля. Обновляю вас на запись разговора. Максим Викторович, дата вашего рождения. Зачем он тебе нужен? Ты не ответил на вопрос. Кто нужен? Ну вот тот человек, которого ты спрашиваешь. По поводу его задолженности, он поступил в Восточном экспресс-банке. Так вы коллекторы, что ли? Петухи? Да, 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 коллекторы. Да, 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 говорит. Прикольно. А вы, Максим Викторович, я правильно понимаю? Я его адвокат, он отказывается платить и сказал, чтобы вы ему больше не назмина, я ревали на телефон. Ну, передай, что ты наяриваете, мы будем на телефон? Нет, нет, не думай. Он с нами на счастье выйдет, и по поводу оплаты с нами не договорится. Вот лично тебе в твой Томск приеду. Я, кстати, вот сейчас как раз на полпути в Томск еду. Хорошо. Ага. Алло. Алло, здравствуй, Семь Викторович. Ну да. Меня зовут Ксения Борисовна, столичное агентство по возрасту долгов, ведущаяся в столице отдела принадлительного взыскания, уведомляю вас и запись разговора. Ага. Скажи, фото рождения у вас. Допустим. Звоню по поручению Восточного экспресс-банка. На сегодня полная сумма задолженности составляет 38 732 рубля. Когда будет полное погашение задолженности, почему вы еще до сих пор не оплатили долг? Не вижу смысла это делать. Ну, если вы не видите смысла это делать. Вы взяли чужие деньги, не хотите их возвращать, что ли? Да нет, хочу, просто смысла не вижу. У меня ничего не стимулирует к этому. Ну, как ваше ничто? У вас проценты набегают, вы потом будете больше отдавать. Приставы к вам домой придут, отключите ваше имущество. Вы этого хотите? Да. Ну, когда? Максим Викторович. Что когда? Ну, когда придут, тогда и придут. Я хочу этого, да. Максим Викторович, вы взяли чужие деньги, их необходимо вернуть. Я говорю, я не против, просто я не вижу смысла, для чего это делать. Что меня должно вдохновлять к этому? Ну, разве вам не хочется расплатить полностью с долгом, чтобы вас больше не беспокоили? Да нет, не хочется. Нет. Меня забавляют ваши звонки. Да? А скажите... И не только меня, кстати. Скажите, вы замужем? Ой, жената? Да, я замужем. Как вы догадались. Вы жената? Ну, а к чему эти вопросы? Вы замуж за меня хотите или что? Да нет, конечно. Ну, и к чему тогда вопросы эти дебильные? Зачем я мужу с долгами? Ну, пусть это вас не заботит. Это закрытая для вас информация. Ну, я вижу, здесь у вас квартира в Хабаровске, правильно? Нет, в Кемерово. Ага. Ну, вот придут к вам домой, все пишут. Ну, пусть приходят. Мы с ними выпьем пиво. Йосер. Да что, значит, вы отказываетесь оплачивать, да? Нет, ни в коем разе. Просто говорю, смысла не вижу. Так вы будете платить кредит или нет? Конечно, буду. Тогда. Ну, это я не могу ответить на этот вопрос. Конкретно. Смотрите, Максим Викторович, вам надо в течение двух дней платить его кредит. Нет, в течение двух дней я не хочу. Ну, смотрите, Максим Викторович, может как-то по-другому сделаем? Может, вы как-то сможете какую-то сумму внести? Так, а приставы придут? Нет? Вы там пугали меня. Не пугали, а говорили, что приставы придут. Придут они или нет? Если вы не будете платить. Ну, пусть приходят, я жду приставов. Будем платить только по исполнительному листу, ясно вам? Нет? Хорошо, я фиксирую прямой отказ от оплаты. Кривой фиксируйте. Кривой. Мы теперь будем применять жесткие меры. А это как? А это как жестко?